О святом апостоле Фоме Я пришел уплатить вам, друзья, долг. Мой долг такого рода, что и меня отдающего он обогащает, и вам, получающим, приносит пользу. Вот я и хочу, исполняя свое обещание, опять побеседовать с вами о Фоме, о том, как сначала он не поверил в воскресение Спасителя, а потом, после того, как увидел и осязал, уверовал во Христа и назвал его Господом и Богом. Итак, я призываю вас к вниманию. И прошу вас умолить святого Фому, чтобы он, положив на мои уста свою святую десницу, осязавшую ребра владыки, укрепил мой язык к изъяснению того, что вам так желательно. Примите мои слабые слова в тишине и спокойствии, чтобы извлечь из них хотя бы небольшую какую-нибудь пользу. Когда Спаситель наш расторг все пожирающую тробу ада и сделался первенцем из мертвых и через закрытые двери явился ученикам своим, тогда Фома, называемый Близнец, не был с ними. О, какое чудо! Предмет желания явился, а самого желающего не оказалось. Пастырь добрый предстал своей пастве, а овса блуждала вне стада, или лучше сказать, вне ограды. Царь небесный пришел лично, а воин находился вдали от божественного стана. Случилось же то, что Фома тогда отсутствовал по таинственному божественному строению. Если бы он присутствовал, он не усомнился бы, а если бы не усомнился, не осизал бы его. Если бы не осизал, не уверовал бы так. Если бы не уверовал так, и нас не мог бы научить веровать. Так и неверие ученика делается матерью нашей веры. Ведь и мы, не видевшие Христа, поклоняемся ему, именно потому, что Фома видел его и поклонился ему, неосизавший и неосизаемого. Мы воспеваем его, потому что тот, собственными руками обняв владыку, воспел ему «Господь мой и Бог мой». Итак, остальные ученики говорили Фоме опоздавшему и Вице вовремя. Видели Господа, видели того, кто сказал «Через три дня воскресну». И мы свидетели того, что его слова оправдались на деле. Мы видели того, кто сказал «Я из воскресения, истина и жизнь». И мы приняли его как воскресение и истину, и жизнь от жизни. Мы видели того, кто сказал «Имею власть положить жизнь мою, имею власть снова принять ее». И эту власть его мы познали на деле. Вдруг посреди нас стал Спаситель, не раскрывая дверей комнаты, а мы, как и лико себе представить, пораженные его чудесным явлением, не могли опомниться от этого нового чуда. Но вот слышим, он говорит нам, «И буря печали сменилась в сердцах нашей тихой радостью». Затем мы увидели его руки, пронзенные острыми гвоздями и сгладившие грехи людей. Увидели его руки, которыми сокрушил он смерть и всем людям даровал воскресение. Увидели и святое ребро, его прободенное за нас, источившее кровь и воду, эти два источника нашего спасения. А из его божественных уст восприняли божественное дуновение, дуновение духа, дуновение, не спосылающее всякую благодать. От владыки нашего мы обличены властью отпускать грехи и вершить суд над грешниками, получив от него такой завет, «Кому отпустите грехи, отпустятся, а на ком оставите и останутся». Вот какими словами мы насладились, вот каких даров от Спасителя удостоились, ведь и невозможно было нам не обогатиться в общении с владыкой всех. Ты один только опоздал и вот теперь остался нищим. И тотчас в ответ им Фома стал говорить, «Вы видели Господа, только я не достоин был узреть его. Я призван не так, как призваны вы. Я почтен от него не так, как почтены вы. Разве не вместе с вами видел я его распятым? Наравне с вами пережил я дни печали. Наравне с вами хочу и познать ей радость. Как видел я кончину Христову, так хочу узреть его воскресенье. Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Иоанн 20, 25. «Ведь и вы не поверили бы, если бы сначала не увидели его, так и я, если не увижу, не поверю». Держись, Фома, держись в этом добром неверии, держись твердо, пока не утвердишься на камень веры. Оставайся при таком своем желании, пока не увидишь желаемого. Я приветствую твою недоверчивость, как рассеивающую всякую недоверчивость. Хвалю твою спорливость, родившуюся из преданности Христу и поражающую всю спорливость еретиков. Не верь, не верь еще и еще, чтобы я мог поверить тем тверже. Взыскуй Господа и требуй Его присутствие, чтобы, воспользовавшись своими усилиями и настойчивостью, я мог обнять своего искупителя. Будь же настойчив в призывании того, кто сказал, ищите и найдете. Не переставай допытываться, пока не найдешь сокровище, которое ищешь. Не переставай стучаться в дверь чуждого противоречия знания, пока не откроет тебе ее тот, кто сказал, стучите, и отворят вам. С удовольствием прислушиваюсь я к частому повторению твоих слов. Если не увижу ран на руках его от гвоздей и не вложу перстам его в раны от гвоздей, то не поверю. Твое неверие меня научает вере, как будто плугом твоим языком взрываешь ты на пашню божественного тела, а я без труда пожинаю плод и усвояю его себе. Если своими собственными глазами не увижу тех борозд, какие проложили на его святых руках нечестивые, ни в каком случае не поверю вашим словам. Если своего собственного перста не вложу в язву, пробитые гвоздями, не приму вашего благовестия. Если этой моей рукой не коснусь его ребра неложного свидетеля воскресения, ваше свидетельство меня нисколько не поколеблет. 870. Своими собственными глазами я рассмотрю то, что вы проповедуете, так как глаза достовернее слуха, и тогда только соглашусь с вашими заявлениями. Ведь всякое заявление становится твердым и достоверным только тогда, когда подтверждается делами, а слова, лишенные фактических доказательств, легковесны и попусту сотрясают воздух. Мне предстоит проповедовать людям о чудесах учителя. Как же стану я говорить о том, чего не видел глазами? Как убежду неверных верить тому, чего сам не исследовал? Как скажу я иудеям и язычникам, что распятым моего владыку я видел? Воскресшим же не видел, а только слышал о том, что он воскрес. Кто не смеет такие мои речи? Кто не отнесется с презрением к такой проповеди? Ведь иное дело слышать и совершенно иное видеть, иное словесная передача и совершенно иное наблюдение и опыт. В то самое время, когда Фома в таком духе беседовал с апостолами, опять среди учеников при закрытых дверях явился Иисус. Через закрытые двери проникла дверь жизни, как проникла ведомо одному только самому Богу слову. Как при рождении своем не повредил он двери девства, так и внутри дома появился, не сокрушая затворов. И опять, как из закрытого и запечатанного гроба он вышел, так точно и здесь вошел через закрытые двери, вошел плотью туда, где был божеством и дверей не растворил. Восхотел ничто его не задержало, восхотел и все ему подчинилось, восхотел и тварь повиновалась, все подчинилось единой воле того, кто был и есть истинный Бог. Так и рождение его побеждает всякий ум, и восстание из гроба превосходит всякую мысль, и явление его ученикам остается необъяснимым и непостижимым. Что явился он ученикам, этому я научен, но как явился, этого я уже не знаю, а чего не знаю, о том и говорить не дерзаю. Я воспеваю явившегося, но о способе его явления не допрашиваю, проповедую тайну, но необъяснимого не объясняю, удивляюсь совершившемуся чуду, но как оно совершилось, не допытываюсь. Верю написанному без колебания и спасаюсь. Я только слухом воспринял о чудесах Господних, но сам его божественных действий не исследовал. А если кто-нибудь из иудеев скажет мне, чрезвычайно странно и просто невероятно то, что ты проповедуешь, как в самом деле могло через закрытые двери проникнуть осязаемое тело, то и я спрошу его, как мог ангел не извести о вакуума в ров львины и вывести оттуда обратно, оставив целыми невредимыми наложенные на вход печати. Даниила 4.32 Раб что захотел, то и сделал, а владыка не смог того, что благоволил? Конечно, как то совершилось по воле Божией, так и это сделано по воле вочеловешившей Богослова. Итак, иился спаситель, как благоволил своим ученикам и стал посреди их, чтобы всем одинаково быть видимым и сказал им, мир вам, я сам мир и мир даю вам, что я есен, то и даю. Этот мир преклонит всех врагов под ваши ноги, этот мир сделает начало и власти вашими слугами, этот мир даст вам победу над вселенной. Обрадовались ученики, опять с наслаждением увидевший Господа и услышав его слова и начали подталкивать Фому и показывать ему взглядами, их глаза только что не говорили ему, не уверяли ли мы тебя раньше, видели Господа и ты нашим словам не верил, вот сам он, которого ты желаешь, делай все, что тебе угодно, приступи к нему, пришедшему к нам ради твоего спасения и постарайся найти ответ на свои вопросы. А сам Фома стоял, разглядывая своими глазами все члены Спасителя и тщательно исследуя каждый в отдельности, чтобы убедиться, действительно ли в явившемся и воскресшем он увидел того, который умер. И что же говорит ему единый благий, единый благоутробный и человеколюбец, который не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в разум истины. Подай перст сюда и осежи руки мои. О, недосягаемая высота человеколюбия, о, бездна безмерного снисхождения, он не ожидает приближения ученика, но ждет, когда тот обратится к ему с просьбой о том, чего он хотел. Ни на одно мгновение не откладывает он исполнение его желания, напротив, сам привлекает его к себе, сам привлекает к себе его персты и своим владычным языком воздвигает руку раба, сказав ему, подай перст твой сюда и осежи раны мои. Ведь ради тебя я пришел к тебе, ради тебя опять предстал сюда, откуда божеством никогда не отступал. Ради тебя пронзены гвоздями эти мои руки, чтобы тебе обеспечить верное спасение. Приближся ко мне и телом, и духом, и верою, и со сей ясностью познай то, что ты хотел узнать. Делай все, что тебе угодно, исследуй, рассмотри, осежи, как еще младенствующе. Читай на моих руках эти письмена моих добровольных страданий, раны. Все мои члены я представляю тебе для исследования. Не стыжусь покрывающих мое тело рубцов, не стыжусь ран, воспринятых мной для исцеления ваших ран. Не скрываю этих знаков моей победы и прославления. Я открываю их пред всеми и всей твари делаю известными. Видела их солнце, потому что и скрылось и превратило день в ночь. Видела их земля, при виде их она и поколебалась. Знает их скалы, из-за них они распались, оплакивая мои страдания. Знает их мертвые, потому что ради них разодралась она, заранее оплакивая гибель иудеев. Осмотри руки мои, как ты хотел, проникни перстом твоим вглубь моих ран. И ребро мое хочешь исследовать. Вот я обнажаю и его. Дай сюда твою любознательную руку и коснись моего ребра. Оси жи тело мое, происшедшее без человеческого семени. Оси жи тело мое, воспринятое от Марии Девы, Девою и прибывшей. Коснись тело моего родственного тебе. Коснись тело моего пострадавшего по моей собственной воле. Коснись тело моего ради вас умерщленного, но не подавшегося тлению смерти. Коснись тело моего страшного для бесплотных сил. Коснись тело моего, перед которым херувимы трепещут и серафимы благоговеют. И научись собственным опытом, что у меня познается осязанием и что не познается, что подвергалось страданию и что бесстрастно, что смертно и что бессмертно, что умерщлено было ради тебя и чему тление не природилось, что сейчас под твоими перстами и что недоступно твоей руке и не будь неверующим, но верующим. 872 Я, Фома, отсутствуя как человек, но присутствуя как Бог, слышал то, что говорил ты твоим братьям. Удаленный от вас по человечеству, я был среди вас по божеству. Хочешь, я напомню тебе, что ты прежде сказал. Не говорил ли ты, если не увижу на руках его ранок гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, то не имею веры. Не эта ли мысль родилась в твоем уме? Не эти ли слова сбежали с твоего языка? И вот твое сомнение побудило меня прийти сюда еще раз, вторично являясь я здесь, как ты того желал. Не стыдись же узнать то, чего ты хотел. Немедли исследовать то, чего ты требовал, не отказывайся приблизить перст твой к этим моим рукам. Я стерплю и прикосновение перста, как стерпел гвозди. Перенесу и любопытство со стороны друга, как перенес издевательство со стороны врагов во время распятия. Оскорбления врагов не возбудили во мне гнева. Неужели же просьба друга причинит мне досаду? Дай сюда перст твой и посмотри руки мои израненные ради вас, чтобы исцелить язву ваших душ. Посмотри руки мои и рассуди сам с собой, тот ли я, вольной волей предавший себя на распятие или другой кто-нибудь вместо него. Посмотри мои руки, на которых по моему попущению остались эти знаки как бы на память о безумии иудеев, чтобы когда бесстыдные по своей привычке иудеи в день суда станут говорить мне мы не распинали тебя господи я мог показать врагам моим эти руки в таком вот виде и тем пристыдить богопротивную синагогу заставить их возреть на того которого пронзили и с плачем поклониться ему и вот Фома коснувшись владычных рук и божественного ребра исполнившись одновременно и страха и радости при виде того что представилось его глазам тотчас воспевает господи воскресает господь мой и бог мой ты господь и бог ты человек и человека любит ты врач природы чудесной и необычайной ты не посекаешь страдания железом не прижигаешь раны огнем не составляешь лекарств и страв не налагаешь видимых повязок на страждущие члены ты имеешь невидимые узы сострадания невидимо связывающее все расслабленное твоя мысль острее железа твое слово сильнее огня твое мановение действительнее всякого лекарства как творец ты без труда освещаешь творение как создатель без усилий преобразуешь создание господь мой и бог мой по твоей воле прокаженные очищались хромые начинали ходить расслабленные оказывались в силах носить свои постели все порожденные прозревали отомовение демоны убегали но ты допустил чтобы тебя схватили твои враги и добровольно претерпел от иудеев по плоти все ради меня господь мой и бог мой ты бог мой и господь ты предвечный и вместе временный ты небесный и вместе земной ты невидимый и видимый ты не имеешь образа и воспринял мой образ ты не имеешь тела и облечен этим телом ты бог воистину и человек не ложно ты в утробе девы но ты же и в недрах отца ты с отцом на небе и ради нас на кресте ты прежде веков восседаешь на царском престоле но ты же гвоздями пригваждаешься к дереву ты бесстрастен по духу но претерпел страсть по плоти ты бессмертен как единосущный отцу но и смертен как единосущный нам ты во гробе но ты на херувимах ты в смерти явился подателем жизни и с мертвыми вменяясь освобождаешь мертвых ты остаешься мертвым тридневно и пребываешь с овечным рождающим у тебя ты восставил храм тела твоего и восстал сам своей волею как бог ты с нами по плоти и прежде всех веков с отцом ты на небесах горе ты на земле ты всю тварь назираешь как бог ты повсюду ты наполняешь все ты сейчас в моих объятиях но в твоей руке содержится все я смотрю на тебя телесными глазами но созерцаю и очами веры нахожу в тебе то что получил ты от меня но познаю и то что имеешь ты от отца твое неизреченное божество исповедую тебя единым господом и богом я убедился что ты единый существуешь так и иначе но не признаю тебя таким и иным я не разделяю неразделимого не разлучая неразлучного ни хику ни хикомого и что вижу и что обнимаю и что мыслю все выражаю я одним восклицанием господь мой и бог мой ты своим снисхождением извел душу мою из бездны неверия ты рабствовавших людей сделал свободными ты осудил грех в безгрешной твоей плоти ты попрал дьявола когда восхотел ты сокрушил все его рожженные стрелы ты смертью мертвил смертью ты не тлением своим истребил тление ты воскресением своим восстановил для нас воскресение свой тридневный гроб ты оставил на земле залогом воскресения мертвых ты людей сделал небесными ты землю сделал светлее небо ты одним словом все переменил к лучшему будучи богом ты сделался человеком чтобы человека сделать богом ты господь мой и бог мой говорит ему господь ты поверил потому что видел но смотри чтобы когда я взойду с плотью туда откуда пришел без плоти снова не пробудилось в тебе неверие и ты не стал говорить если не увижу опять на руках его раны от гвоздей не буду верить ты уже заявил свое неверие осизал и раз навсегда уверовал теперь тебе только остается проповедовать то в чем ты уверился блаженный видевший меня и уверовавший но гораздо более блаженный не видевший меня и уверовавший это ублажение братья относится к нам не удостоившимся его зреть но уверовавшим в него и действительно блаженный верой созерцающий невидимого блаженный вы видящий его при каждом нашем собрании здесь когда вы ячами усматриваете его и устами лобзаете и зубами вкушаете причем тот кого вы поедаете не съедается и не оскудевает о необычайное таинство о страшное таинство сидящий одесной отца покоится в десницах грешников воспеваемый ангелами объемлится нечистыми руками и попускает носить себя своими грешными рабами он не гнушается наших грешных дланий не гнушается достойных осуждений перстов не поражает нас бренных творец наш но сам побуждает нас сам говорит примите едите примите пейте приступите ко мне и осижите ребро мое вашими руками насладитесь всем моим телом какую бы частицу мою вы не взяли в ней весь всецело я тот кто был осязаем по мою приступим же все в чистоте к чистому но приступим с должным благоговением без какой-либо поспешности которая была бы здесь знаком неуважения нашего к нашему владыке приближаясь каждый в отдельности беседуя наедине с искупителем будем говорить ему господи мы недостойны чтобы ты вошел под кровь душ наших но так как ты сам хочешь быть в нас так как тебе как человека любцу угодно обитать в нас мы с дерзновением приступаем к тебе исповедуем к тебе если ты владыка повелеваешь мы отверзаем врата уст наших которые ты единый сотворил войди к нам с обычным тебе человеколюбием войди и разреши узы нашего несмыслия войди и просвети наши помраченные умы веруем господи что ты сделаешь это ведь не блудницу со слезами припавшую к тебе ты не отстолкнул от себя ни покаявшегося мытаря не отвернул ни разбойника исповедавшего твое царство не прогнал ни покаявшегося гонителя не оставил тем чем он был но всех их покаянием к тебе приведенных ты сопричислил к лику твоих друзей с такой молитвой и чистой душой да сподобимся мы небесных таинств да оградим себя целомудренной жизнью и да не изыдет постыдное слово из уст наших принявших в себя Христа Господа Бога нашего усвойте себе это и вы новопросвещенные чадо церкви почитайте безболезненные муки рождения купели и не отвергайтесь ее божественной утробой чтобы не сказал Бога о нас сынов родил я но они восстали против меня имена ваши написаны на небесах не оскверняйте же самих себя снова грязью наслаждений чтобы не навлечь на себя порицание апостола Господня Павла вышли хорошо кто остановил вас чтобы вы не покорялись истине вы только что сняли с себя белые одежды но да не снимется вместе с ними белизна душ ваших если вы сами не снимете с себя этой одежды никто другой не состояние будет раздеть вас итак останьтесь всегда новопросвещенными чтобы удостоиться услышать эти блаженные слова придите благословенный отца моего наследуйте уготованное вам царство от создания мира его досподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу слава держава честь и поклонение со Святым Духом во веки веков Аминь